Всем привет! В этом видео вы узнаете шокирующие подробности о вечном двигателе, изобретенном в Советском Союзе. Еще в древние времена люди интересовались вечными двигателями, и это всегда подпадало под гриф «секретно». Изобретатели постоянно уничтожали, унижали и убивали. В итоге вечный двигатель и по сей день не добрался к нам в обиход, но он действительно существует. И в этом видео вы увидите старый электродвигатель, изобретенный в СССР, который нарушал закон физики. Достал связан с собой двигатель, он уже такой запыленный, мне хочется чуть-чуть показать, не знаю, большинство людям, почему это работает, почему у него нет противоэдс. Этот двигатель работал не так, как должен. Он производил больше энергии, чем потреблял, и в итоге из него можно было сделать вечный двигатель, что и показал нам Слободян Андрей, изобретатель, который был убит из-за того, что изобрел вечный двигатель. Драйвер самого мотора, то есть мотор уже находится внутри непосредственно генератора, то есть вот этот, очень маленький, подшипочный лузер, вот и он запускается вот от кнопки, от данной кнопки. Вот запускаем. Вот еще два генератора, которые мы сейчас делаем. Вот эти магниты, которые, видите, там надо будет заменять, но я думаю, что это еще не модели. Вот так. А вот эти лампы, которые, вот это 3 кВт, здесь 1 кВт, мы их нагрузки подключаем. Могу подключить, показать, что от генератора идет непосредственно. Но я надеюсь, что это видео останется готово у вас. Все дело в том, что мы живем в таком мире, где технологии, которые дают что-то бесплатно, не выгодны всему миру. Страны, которые производят нефть, газ и прочие ресурсы, которые можно тысячелетием скармливать, грубо говоря, обычному народу. И при этом вечный двигатель мог испортить планы мирового правительства. Да даже не обязательно мирового, а просто правительства. Потому что никому не выгодно, если у вас будет машина, которая будет сама заряжаться, и при этом аккумулятор практически не потребуется. Но максимум только для старта. Ну что ж, мы начинаем. Обязательно, друзья, делитесь этим видео, ставьте лайки и распространяйте, чтобы как можно больше людей узнало о подобной технологии. И может быть, кто-то из вас уже построил этот генератор. Если кто-то, друзья, столкнулся с этим мотором, обязательно отправляйте мне видео в моем телеграм-канале, который будет ссылочкой ниже. Сегодня мы поговорим о двигателе, изобретенным еще во времена СССР. Это был старый электромотор постоянного тока. И с помощью которого можно было построить вечный двигатель. И если вы найдете подобный двигатель, то обязательно присылайте мне видео, удалось ли вам поэкспериментировать с этим интересным мотором. Все вы, возможно, знаете Слободян Андрея, которого убили из-за того, что он изобрел вечный двигатель. Электромагнитный самовращающийся мотор, который был способен запитывать еще и электромобиль, что он, в принципе, и продемонстрировал. После чего его, ну, буквально через некоторое время, ликвидировали. К сожалению, подобные технологии постоянно скрываются, и вы сами, наверное, это понимаете. Вы думаете, возможно, что все вечные двигатели – это туфта и шутка, но если вы залезете, если вы реально глубоко залезете в эту тему, вы поймете, что однажды, когда у вас появится вот эта сверхэнергия, когда вы получите из одного два, например, или даже три, а может быть и пять, ну, именно энергии, то вы поймете, что весь мир на самом деле просто скрывает все эти вечные двигатели. Все эти войны производятся специально, чтобы человечество не могло развиваться. Все эти вечные двигатели уже давным-давно были построены, они возможны, но все знания, которые появляются в сети, они постепенно гаснут, потому что фейки всевозможные, да, когда показывают азиаты или индусы, то, что якобы какой-то генератор крутится сам, зачастую это неправда. И из-за таких вот видео действительно настоящие факты, когда просто старинный мотор СССР, там, 33-го года, 30-го года производства, он был способен на самовращение. Ну, может быть, именно с поддержкой от сети, но он вырабатывал больше энергии, что Слободян тоже неоднократно демонстрировал. И в этом видео мы как раз-таки посмотрим отрезки очень интересной и важной информации, с помощью которой можно запустить такой двигатель на самозапитке. Достал, скажем, свой двигатель, он уже такой запылённый, меня я почистил чуть-чуть. Показать, не знаю, большинство людям, почему это работает, почему в нём нет противоэдс. Ну, если правильно, конечно, его настроить. Вот, у меня есть блок управления постоянным током. Также у нас он подключен к ватт-метру. Вот, то есть сама электроника подключает 3-ватта, видно. И внутри у нас находятся катушки и магниты. Я установил 4 магнита вместо моторных катушек. Вот, здесь есть якорь и 4 щётки. Далее. Отсюда выходят генераторные катушки. То есть мы отсюда можем снимать напряжение спокойно, спокойно и при этом не будет уменьшаться скорость вращения и не будет никакого происходящее торможение. А ваты будут показывать, то есть не будут показывать больше, что они потребляют от сети. Ну, я хочу это продемонстрировать, такой показать всем наглядный опыт, чтобы кто-то, если хочет, заниматься этим, чтобы с этого начали. Это начало всего того, что я делал. И советую разобраться с этим сначала, потом уже дальше как-то вам решать, думать дальше. Вот, ну ладно, сейчас я стартую. Я что сделаю? Я сейчас включу блок контроля скорости и запущу его. Так, поехали. Буду показывать, что здесь на выходе у нас есть движение. Я подключу сейчас к генераторам по точке теста. И начнем. Здесь не очень больно держать. Ладно, мы сейчас позвоним его больше. И фиксируем. 362 ватта. Вот, я сейчас замыкаю вот этот, как видно, кабель. Я его замыкаю специально для того, чтобы показать, что он не будет просаживаться. Конечно, будет искреть, но... Смотрите. Он не просаживался. Видно, что напряжение есть. Он нагревается просто нереально. Вот. И... Вот, 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 ваттметр. Я буду сейчас замыкать. Мощность не меняется. Поклюдаем. Где-то, да? С чего все началось. Мне попал в руки мотор постоянного тока, электромотор постоянного тока, где было у него 8 катушек. Этот мотор чем был хорош? Тем, что можно было проводить много экспериментов. То есть можно было разными способами подключать к обмотке. Так же, как и статор от катушек, и так же, как и якорь катушек. Я что делал? Я подключил 4 катушки статора последовательно. Соответственно, тоже еще 4 катушки подключил последовательно, но через якорь, ну, через щетки якоря. Вот. И на входе я поддавал 200 вольт постоянного тока. Вот. Мощность полтора киловатта этого было электродвигателя. Что у нас? Ток, когда попадал на эти катушки, создавалось магнитное поле на якоре и создавалось магнитное поле стартера и магнитное поле якоря. Соответственно, якорь начинал вращаться. вот. Но, так скажем, условно, я назвал катушки моторные и назвал катушки генераторные условно, которые, с которых генератор катушек мы снимали напряжение. Вот. Но, как в классическом генераторе, ну, как бы, никаких там мы не видели плюсов, ничего такого не было. То есть, да, мы видим, как образовывается ЭДС и якорь начал тормозить. Соответственно, мы что сделали? мы разными способами подключали, проверяли, то есть, я проверял все, то есть, никаких результатов у нас не было. Но, случайно получилось так, графин, то есть, щетки якоря, они поменяли, то есть, мы смесли, там есть такое бегуно, которое можно менять, щетки. То есть, эти щетки стали у нас примерно в центре, вот между этими обмотками, то есть, где-то в середине. Вот, то есть, здесь тоже, то есть, они поменяли свое положение, щетки, что кардинально изменило всю ситуацию. То есть, мы увидели генерацию, но вот этих обмотках, то есть, очень большую генерацию, то есть, получается, тут эффект самоиндуции сработал, то есть, эффект, то, что разрядка происходила на генераторных катушках, мы могли эту энергию просто отбирать. Но тут сама ситуация не заключается не в том, что мы там эту энергию забирали, а ситуация заключается в том, что она была, сам якорь не тормозился при отборе этой энергии. То есть, мы это увидели и начали очень плотно именно вот этим эффектом работать. То есть, как это происходило? То есть, на моторной катушке мы подали, я уже как объяснил, подавали напряжение постоянного тока, пульсирующего подтверждения, не постоянного тока именно от батареи или каких-то других источников, именно должен быть пульсирующий ток. Очень важно на тот момент был это. Вот если подключается батарея, то это не будет работать. То есть, пульсирующий ток подавался. Вот, потому что пульсирующий ток, он имеет импульсы. То есть, он не имеет, то есть, у него не синус идет. стоп. Вот, тропленный генератор КМН-G10. Боковая комната с розетками. Здесь однофазные розетки, здесь однофазные розетки. Насталая панель, кнопки «Пуск старт». Вот, боковые панели, верхняя панель, подоимную крышку. Это рама, системы управления. лицевая панель, боковые панель. Это, надежность, рамидный оператор, с крышкой, так само – генератор, это презентационные версии. Тут серийная модель, такая без обшивки, еще одна без обшивки. Хотел показать нашу лабораторию, это генератор, о котором мы сегодня говорили, что дизайн не важен, но мы считаем, что дизайн очень важен, этот товарный вид, мы его разрабатывали очень давно. Также у нас есть водяное свадение, розеточная группа, слаботочка, он еще до конца не собран, в режиме тестирования, также сенсорное управление монитора, драйвер с мотором, то есть мотор уже находится внутри непосредственно генератора, то есть вот он очень маленький, это подшипочный узел, вот и он запускается вот от кнопки, водоной кнопки. Вот запускаем, то есть цена уже запустилась, непосредственно 5 секунд и он уже работает. Сама аппликация вторым же сделана, если мы попали просто настройка лекции. Вот работают артемиады. Пока это никто не знает, ну пока это вообще не видно. Так же вот у нас есть водичное охлаждение внутреннее. Такая наша лаборатория. Вот еще два генератора, которые мы сейчас делаем. Вот эти магниты, которые, вы видите, там надо будет заменять, но я думаю, что это еще лет 10 беспрерывной работы он проводил. А это тут статор, который мы, вот это тамошка из релиза, который здесь внутри, вот эта самая, самокатушка, вот это зоны у нее. И вот такой высок у нас проводов. У нас с этого зоны надо соединять. Внутри вот такой же есть тоже мотор, LDC мотор. Ну тоже производственный модель. Это вот PCB управление с минератором. Это вот блок управления. Вот такая наша лаборатория. Могу запускать его. А вот у нас есть одна единственная батарея, с которой мы подсоединяем, только для того, чтобы запустить сам генератор. Вот так он работает. Это дизайн, который мы применяем. Он же будет закрываться на генератор. Вот это вот будущие модели. Вот так. А вот эти лампы, которые вот это 3 кВт, здесь 1 кВт. Мы их нагрузки подключаем. Могу подключить, показать. Что от генератора идет. Непосредственно. Хотя на планах не было этого делать. Но я надеюсь, что это видео останется. Пока. У вас. Здесь, да, здесь 1 кВт. То есть мы... Ну что, а вот у меня где-то. Этот уже вот собрано, и сейчас я его буду... Тут осталось... Ну тут некоторые моменты... Буду скоро уже этот... Ужин на этой неделе, думаю, уже запущу его. Это время и все. Вот. Слышишь, на запуск приглашай нас с этим, с Рафаэлем Корею на презентацию. Да, обязательно.